Привет, друзья! Сегодня хочу поделиться с вами опытом прохождения церемонии Буфуальвариус, первый в моей жизни, в контексте не первого опыта с айаваской. Для меня они шли параллельно в этот раз. Итак, что такое Буфуальвариус? Это ядовитая лягушка, которая живет в амазонских лесах и в шаманизме ее яд используют как медицинское средство. Средство от чего? Или точнее для чего? Это средство для познания, скажем так. Если охарактеризовать мой опыт кратко, то я бы сказала, Буфуальвариус это беспрецедентное, тотальное единение с душой. После этой церемонии я уже не думаю, что у меня есть душа, и не предполагаю, я это знаю. Я ее ощущала, я ее видела, я чувствовала контакт с ней. Так, как невозможно почувствовать в реальной жизни. Итак, что же происходит во время церемонии? На моем опыте. Когда мы вдыхаем дым от подожженного яда, Буфа, происходит мгновенная реакция заострения всех органов чувств. Осязание, обоняние, слух, запахи, зрение. Все, все утрируется настолько, что многим бывает страшно. И это нормально. Ну, представьте, вы слышите звук, находясь в комнате, вы слышите звук соседей, которые листают книгу. У себя в кабинете, например. Вы слышите звук листания этих страниц. Также происходит некое искажение реальности. То есть пространство становится каким-то другим. Тело ощущается по-другому. Оно становится более легким. В то же время ты его больше чувствуешь и больше осознаешь на клеточном уровне, на уровне каждой мышцы. То есть что со мной происходило первое? Я не смогла закрыть глаза сразу, когда я легла, вдохнула, дым и легла. Мои глаза остались открытыми. И я начала видеть какие-то визуальные образы. Потолок как-то начал двигаться, как будто бы отдаляться, приближаться. Я начала видеть, из чего он состоит на очень-очень микромолекулярном уровне. Такие были интересные вещи. Но, конечно, мне было страшно. Я испугалась. И я закрыла глаза. Когда я закрыла глаза, происходили тоже такие же визуальные опыты. И мне стало тошнить. Я понимала, что я вырву. Я встала на колени. У меня была урна. И, продолжая свое путешествие, я уже осознавала, какое это изменение. Как по-другому я все чувствую, воспринимаю. И как я понимаю, что мое тело — это одно. А моя душа и мой мозг, то, что воспринимает этот мир, это совсем другое. Все они втроем, они себя просто чувствовали совершенно по-другому. В то же время я контролирую. Первые две минуты, конечно, я не могла контролировать ситуацию. И понимала, что я никуда не смогу ни подняться, ни уйти, ничего не сделать. Но нормально было, не очень страшно. Когда меня вырвало, мне стало легче. И я легла и продолжила свое путешествие. Не было страшно. Не было никаких ужасающих пропастей, в которые я падала, или в которые какие-то образы страшные. Ничего такого не было. Было все очень красиво, очень приятно, но пугающе. Из-за своего такого глубинного уровня. Все настолько заострено. Просто нет слов, которые могут этого писать. В общем, когда первая активная фаза прошла, у меня она длилась, я предполагаю, от 2 до 5 минут. Может, мне так кажется, может, дольше. Потом началась фаза более спокойная, когда я понимала, что я уже почти в себе. Почти могу совладать своим телом. Если мне захочется уйти, я встану и уйду, например, или открыть глаза. Но я продолжала быть в себе. Потому что я знала, что чем больше ты концентрируешься на внутреннем мире, тем лучше опыт. Я продолжала лежать. И в то время, когда шаман пел песни, бил барабаны, использовал губную гармошку и читал специальные молитвы, что ли, у меня начал появляться свет. И я никогда в жизни не видела с закрытыми глазами столько света. Свет был отовсюду, и он был такой яркий, и он приближался ко мне по мере приближения, как я понимаю, шамана со звуком. Я это понимала. И было очень светло и очень хорошо. И я начала ощущать свое тело и давать ему команду расслабляться. Когда я сказала расслабься, все мои мышцы одна за одной, я не могу это передать, как детально все эти мышцы расслаблялись одна за одной. В общем-то, я стала получать очень большое удовольствие от услышанных песен, от света, который я видела. Было просто райское наслаждение. От осознания того, кто я, и что я вижу, и как я чувствую, как я могу чувствовать. И насколько много всего внутри, что все, что происходит снаружи, вообще не важно. И это было счастье от осознания самой себя, от того, что я сама у себя есть. Опыт у меня был короткий. Он у всех короткий, до 15-20 минут. Но самое интересное происходило со мной в ночь после церемонии Буфа, во время церемонии с Айаваской. Как известно, эти два лекарства взаимодействуют друг с другом и подкрепляют друг друга. Поэтому следующая ночь опыта с Айаваской для меня была очень знаковой, невероятно познавательной. Что происходило конкретно? Конкретно было то, что я... Ну, Айаваска, она действует очень мягко. После первого стаканчика, первой рюмочки Айаваски прошло около двух часов, пока я начала чувствовать какой-то эффект. Ну, конечно, как всегда, было такое очень облегченное тело. Такое впечатление, что тело весило, может, 5 килограмм или 10, как будто оно сейчас взлетит. Очень легкость большая в теле, немножко морозит, прохлада чувствуется. И тошнота, и после рвоты у меня начался активный процесс. Я начала видеть опять визуальные образы, но намного более красочные и разнообразные, чем в буфа. Так происходит во время Айаваски, это нормально. Я начала видеть, как будто бы какие-то бактерии, какие клетки, очень детализованно. Я как будто бы скользила внутри вен человеческого организма. И это все менялось, одни образы за другими, одни цвета за другими. И какие-то невероятные сказочные миры, которые я создавала, как в фильме Inception, там, где Ди Каприо играл. Не помню, как на русском. Я как будто бы создавала это все. И самое интересное и ценное для меня было, что, когда это все мелькало у меня перед глазами, закрытыми, конечно же, внутри начал звучать голос. Ну и что? А потом меняется картинка, еще более красивое что-то, какие-то как будто плантации с растениями, ну какие-то такие мистические. И опять голос. Ну и что? Ну и опять картинка меняется. А вот так? И теперь я уже слышу второй голос. А это как? Ну да, ну и что? И вот происходит такой, значит, сценарий. Меняются картинки. У меня перед глазами. И постоянно звучит голос. Ну и что? И в ответ ему. А вот этот? Ну тогда вот так. Ну и что? Ну хорошо. А вот это тебе как? Ну да. Ну и что? И я потом не могла понять, что это за два, они одинаковые голоса, мои голоса в моей голове. Но они перекликаются, они разговаривают. И я так думаю, так, секундочку. А ты кто такой вообще? Вот этот, который говорит, ну и что? Кто это тут ну и что кает мне? И я поняла, это мой мозг. Хорошо. Если ну и что говорит мозг, а кто же второй? Кто показывает это всё? А показывала душа. И вот как я поняла на этом примере, как наша душа хочет одного, а мозг, который по сути нам не принадлежит. Он принадлежит всем тем обстоятельствам, которые с нами происходили в моменте нашего формирования всю жизнь. И вот так наша душа, вот так общается с мозгом, да, с рациональным, так сказать. То есть вот это ну и что? Это была защитная реакция, потому что мозг знает, когда такие визуальные образы появляются и укачивает, тошнит. И он как бы хотел взять под контроль эту ситуацию и говорить, ну и что? Ну и что тут такого? Ну хорошо, ну вот такое вот и что? То есть это конкретно моя личная защитная реакция на вот такие невероятные вещи. И как интересно было увидеть, что душа, она такая красивая, многогранная, бесконечная, столько всего знает, несравнимо с тем, что знает наш мозг. И информация, которая внесет в себя душа, она, ну какая-то вселенская, она не такая, которой мы каждый день пользуемся. И вот так я поняла, что у меня есть душа, что она говорит, что она показывает, какая она, моя личная, и как мозг реагирует на все ее выкидоны. Для меня это было бесценно, потому что в своей жизни я очень часто ловила себя на играх разума, и мне было непросто от этого. Усложняла себе жизнь, и очень часто появлялось ощущение несчастливости, несчастья от этих игр. А душа, она всегда счастлива, она бесконечна, она счастлива, она многогранна, красива и спокойна. И вот, в общем-то, и было вот таким вот мое главное открытие этого трехдневного ретрита с Айваской, во второй день которого я проходила церемонию с Буфа. Вот такой вот он мой опыт. И еще, после церемоний, после этого ретрита, по приезду домой, конечно же, все мое видение, все мои взгляды на мою жизнь и на вокруг происходящее, и мое ощущение жизни изменилось. Я стала более спокойной и более ценю. Все, что имею, вижу это. Раньше мне что-то мешало замечать в полной мере всю прелесть моей жизни. Я моментально начала рисовать. Я и до этого рисовала, но я начала рисовать что-то новое, что-то другое. И я начала сочинять музыку. Я занимаюсь фортепиано полтора года, и это только начало, но мне уже хватило открытости сердца, разума и души, чтобы создать первый небольшой этюд. Если раньше я бы села что-то сочинять, скорее всего, мой мозг мне бы сказал, да ладно, что ты, ты ничего не умеешь, куда ты лезешь. Еще подожди, тебе еще учиться и учиться. А в этот раз просто пальцы сами начали нажимать, и я шла за этим чувством, и это было прекрасно. Поэтому Айваска — это инструмент, который в жизни каждого будет работать по-разному, в зависимости от того, кто вы такой, и что вы хотите, и что вы есть на данный момент. Вот так.